Добрый день. Мы начинаем практическую работу номер 6 по дисциплине «Математическое моделирование и информационные технологии при проектировании», которая называется «Одномерная и многомерная оптимизация средствами MATLAB». В рамках данной работы мы познакомимся с численными методами «Одномерной и многомерной оптимизации», а также с решениями данных задач при помощи средств программы MATLAB. Задачи оптимизации часто возникают в процессе поиска наилучшей конструкции, наилучшего технического решения для объекта. В общем случае оптимизация заключается в нахождении значения аргумента x, который может быть вектором, многомерным, при котором вещественная функция f от x на множестве s принимает минимальное или максимальное значение. В математической записи данная задача представлена на данном слайде. Функция f представляет собой цель, а множество s выражает ограничение задачи. Если s это есть все нмерное пространство, то тогда говорят, что задача без ограничений или задача без условной оптимизации. В противном случае рассматривается задача с ограничениями – условная оптимизация. Обычно для условной оптимизации даны функции в виде условий равенств или неравенств. Задачи условной оптимизации решать значительно труднее, особенно для нелинейных ограничений. Однако зачастую методы условной оптимизации являются развитием методов поиска экстрема для оптимизации без ограничений. Рассмотрим далее методы одномерной и многомерной оптимизации. К числу одномерной оптимизации, к числу методов одномерной оптимизации, для которых функция зависит от одного аргумента, относятся метод по-разрядного приближения, метод гихотомии, метод половинного деления, метод золотого сечения. Среди методов многомерной оптимизации можно выделить метод по-координатному спуску, метод градиентному спуску, метод наискорейшего спуска, а также методы псевдоградиентные. Рассмотрим данные методы более подробно. Для задач одномерной оптимизации в качестве первого можно выделить метод по-разрядному приближению. Он основан на замене исходного непрерывного отрезка АВ несколькими участками равной длины и последующего вычисления целевой функции в узлах образованной сетки. Для поиска экстрема используется большое количество дополнительных точек. Другой метод, который называется метод половинного деления, реализует процедуру постепенного сужения исходного отрезка АВ вплоть до выполнения условия В-А по модулю меньше двойной погрешности. При этом текущий интервал АВ делится при помощи трех дополнительных точек на четыре участка. Участок АХ4, Х4Х3, Х3Х5 и Х5Х2, который равно В. Далее в качестве нового текущего суженного отрезка при помощи проверки условия Ф от Х и Т больше Ф от Х и плюс первое, выбирается тот участок, который содержит два рядом расположенных отрезка с наименьшими значениями функции Ф от Х и Т. На каждом шаге сужения используются три дополнительные точки. Следующий метод, метод дихотонии, реализует процедуру постепенного сужения исходного отрезка АВ, но при этом используются только две дополнительные точки. Эти точки определяются вокруг центра исходного отрезка АВ и для точки Х1 откладывается погрешность влево от центра, а для точки Х2 вправо от центра. Далее проверяется условие Ф от Х1 больше Ф от Х2 и выбирается тот отрезок, либо АХ2, либо Х1В, который включает искомое решение. При этом для каждого шага итерации используются только две дополнительные точки. И, наконец, самый современный метод, метод золотого сечения для одномерной оптимизации, обеспечивает использование на каждом шаге сужения отрезка, кроме первого, только одну дополнительную точку. Для этого интервал неопределенности делится на две неравные части в соответствии с коэффициентом дробления. К равное 0,618. В итоге получается выражение для определения точки Х1 и точки Х2. На данном рисунке показано, что исходный отрезок АВ для данного отрезка определяется в начале точкой Х1, где соотношение сторон получаемых 0,382 и 0,618. А затем уже для полученного нового отрезка Х1В определяется точка Х2 с тем же самым значением коэффициента К. В итоге, для того, чтобы сузить исходный отрезок АВ, необходимо на каждом шаге только одна дополнительная точка А. На первом шаге две. Далее рассмотрим многомерные методы оптимизации. И к их числу относятся следующие методы. Метод по координатному спуску. Он заключается в поочередном поиске минимума, последовательно по каждой координате вектора Х. И вот на данном рисунке показан процесс движения к нашему искомому оптимуму. От исходного значения вектора Х, например, вдоль первой координаты Х1 двигаемся до тех пор, пока не найдется новая точка. Ну, например, эта новая точка может определяться с некоторым шагом. Затем от новой точки, то есть от первого приближения, двигаемся вдоль второй координаты Х2. И определяем следующую, вторую точку приближения. И так постепенно по каждой координате спускаемся и доходим до нашего решения. Окончанием данного процесса является величина очередного шага меньше погрешностей. Следующий алгоритм многомерной оптимизации называется градиентный спуск. Он использует информацию о градиенте функции для перехода от предыдущего приближения к последующему. Значение градиента представлено в виде данного выражения. На данном рисунке показан процесс движения в рамках градиентного метода. Имея некоторую исходную точку Х0, нулевое приближение, в данной точке строим антиградиент. Градиент это направление перпендикулярной линии постоянного значения функции в сторону увеличения. Если мы ищем минимум, то строим антиградиент в противоположном направлении. И далее от исходной точки по направлению градиента откладываем размер, значит величину, делаем величину шага H. В рамках данного шага H с использованием представленного выражения, мы получаем координату следующего приближения вектора Х. Точка Х1 это вот следующее приближение. Дальше в данном приближении снова строим антиградиент, определяем направление и так постепенно достигаем нашего решения. Процесс прекращается при выполнении следующего условия. Следующим методом является метод на скорейшего спуска, который реализует движение в выбранном направлении не на величину шага конкретного, а больше, до тех пор, пока функция убывает. При этом спуск происходит более крупными шагами, и следовательно антиградиент вычисляется в меньшем числе точек. Ну вот показано, что в исходной точке мы путем определения антиградиента определяем направление движения и двигаемся по этому направлению не на величину заданного шага H, скажем, вот в эту точку, а дальше до тех пор, пока функция убывает. Вот в этой точке функция все еще убывает, а далее она уже будет возрастать. Поэтому мы переходим от исходного нулевого приближения к первому приближению, вот в эту точку. И далее в этой точке строим опять антиградиент и двигаемся уже по следующему направлению. Опять же до тех пор, пока функция убывает. Значит так постепенно двигаясь, мы постепенно приближаемся к нашему решению. Ну и наконец заканчивает группу методов многомерной оптимизации псевдоградиентные методы. Они обеспечивают выбор перспективного направления без вычисления градиента, то есть без знания производной. А используют для этого лишь значение функции в нескольких точках. Примером такого метода может служить метод деформируемого многогранника или по другому симплекс метод. Ну вот скажем, если в нашей задаче два параметра оптимизации, то в пространстве проектирования строится многогранник с числом вершин n плюс 1. То есть 2 плюс 1, получаем 3, получаем, строится треугольник. Вот построен треугольник с вершинами S10, S20, S30. Далее определяется наихудшая точка для данного треугольника по значению функции, то есть самое максимальное значение. И затем эта точка отражается относительно центра тяжести двух оставшихся точек. Вот получаем такое направление отражения. Это направление и используется для движения к нашему искомому оптимуму. Далее рассмотрим данные методы одномерной и многомерной оптимизации. Давайте посмотрим, как они реализуются в программе MATLAB. Значит вот у нас в нашем отчете есть заголовочек функции и порядок выполнения работы в программе MATLAB. Программа MATLAB имеет несколько функций для поиска минимума функции одной или нескольких вещественных переменных. Поиск экстремума функции одной переменной предполагает использование функции fminbnd. При этом находится локальный минимум скалярной нелинейной функции одной переменной с ограничениями. Функция fminbnd имеет ограничение типа x больше x1 меньше x2. Данный метод базируется на использовании метода золотого сечения. И запись этой функции представлена вот здесь ниже в отчете. Ниже записи функции расписаны параметры, которые входят, которые необходимо указать при использовании данной функции. Необходимо отметить, что вот в скобочках у нас есть такой параметр как hfunction. Значит это дескриптор функции f от x, для которой находится минимум. Это может быть лима, либо имя функции определенной ранее в программе. Либо обращение к m-файлу, где описывается целевая функция. x1, x2 границы поиска. Параметр options это параметры, управляющие ходом решения. Значение x это результирующее значение x, для которых функция принимает минимальное значение. Параметр fVal это значение функции в точке найденного локального минимума. Ну и еще ряд параметров, которые здесь указаны ниже. Итак, первая функция fminbnd для поиска минимума функции одной переменной с некоторыми ограничениями. Для нахождения локального минимума нелинейной функции многих переменных без ограничений используют две функции fminsearch и fminung. На данном слайде представлено выражение, при помощи которого можно использовать функцию fminung. Значит, данная функция по сравнению с функцией fminsearch имеет большее число представлений. Ниже данного варианта обращения функции представлены все параметры, которые необходимо указать при использовании данной функции. Ну, обращаю внимание, что среди данных параметров есть, скажем, x0 это исходный вектор старта. То есть точка, с которой стартует процедура поиска минимума для решения данной задачи. Ну и, наконец, третья разновидность – нахождение минимума нелинейной скалярной функции многих переменных, но теперь уже с ограничениями. То есть вот если fminung была без ограничений, то fmincon – это с ограничениями. Значит, данная функция fmincon для решения задачи нелинейного программирования с ограничениями следующего вида. И запись функции для ее использования представлена ниже вот на данном слайде. Ну и ниже представления данной функции расписываются все параметры, которые необходимо указать при ее использовании. Ну, также необходимо отметить, что в последних версиях MATLAB появился специализированный пакет Global Optimization Toolbooks, который предназначен для решения задач глобальной оптимизации. То есть если предыдущие функции, они находили значение минимума локально, то вот есть теперь уже пакет, который позволяет найти глобальные оптимумы, глобальные минимумы или максимумы. Более подробно об использовании данных функций, значит, при помощи программы MATLAB, которые отражены вот на данных слайдах, значит, в нашем отчете мы поговорим в следующем материале, где будем непосредственно выполнять работу в программе MATLAB. А пока рассмотрим некоторые решения, которые есть, некоторые средства, которые есть не только в программе MATLAB, но и в другой программе, в программе ANSYS. Значит, в данной программе есть два модуля. Значит, первый модуль – это модуль Design Exploration, который включает в себя вот следующие разделы. 3D-RU, значит, это формирование 3D-модели, Direct Optimization, прямая оптимизация по данным модуля, Parameters Correlation, параметры корреляции для снижения размерности, Response Surface, поверхность отклика для упрощения задачи поиска оптимума, Response Surface Optimization, это оптимальная поверхность отклика, и, наконец, Six Sigma Analysis, Analyst 6 Sigma. Значит, вот представлено изображение данного модуля, которое позволяет проводить оптимизацию. Значит, кроме этого, есть еще один модуль программы ANSYS, он уже не входит в стандартную установку, а требует дополнительной инсталляции. Это модуль ANSYS OptiSlang. Он более удобный в работе, с большими возможностями, и включает следующие основные разделы. Анализ чувствительности, sensitivity, непосредственно оптимизация, и анализ робостности, робостность. Это анализ устойчивости к нежелательным, но возможным воздействиям. Значит, вот представлено изображение данного модуля. Ну и в рамках данного модуля можно вот посмотреть, значит, у нас есть такие этапы, как построение плана эксперимента, далее построение метамодели, оптимального прогноза. В рамках данной метамодели мы можем проанализировать, значит, какие-то параметры и, значит, снизить размерность задач. Ну и, наконец, результирующие окна, оболочки, в котором указаны результаты оптимизации с отражением истории процесса. На этом мы завершаем практическую практическую работу номер 6 и ее теоретическую часть и порядок выполнения работы. И обращаю внимание, что более подробно использование тех функций, которые мы рассмотрели, функция fmin.bnd для функции одного аргумента, функция fmin.ang для функции многих аргументов без ограничений и, наконец, функция fmin.com для функции многих аргументов с наличием ограничений. Значит, более подробно вот эти задачи мы рассмотрим в следующем материале при работе непосредственно в программе MATLAB. Спасибо за внимание. ! Субтитры создавал Dima